Куда уехала твоя собака? Привет, подружки! Короче, собака уехала. Я тут готовлю завтрак. Сучила ребенку игрушки. На, пульт. Управляй давай птицей своей. Собака тут. Ну? Ну и чтобы ее к нему вернулось. С ним тут потусила. Не надо есть, забирай. Он все ушевривает. Короче, вот твой пульт. Я пошла готовить завтрак. Окей. Подруги, привет. У нас сегодня с вами день еды в очередной раз. Буду вам показывать мину ребенка в год и один месяц. Много у меня просили в сообщениях показать, что же мы сейчас едим, в каком объеме и как часто. Короче, сегодня будем жрать. Не кажется, у меня последнее время на канале одни видео на тему еды и того, как мы спим. Такое ощущение, что в карантине мы больше ничего другого не делаем. В общем, у нас завтрак. Наливаю 220 миллилитров воды и отправляю на 30 секунд в микроволновку для того, чтобы малышу приготовить кашу. Сейчас, когда он у меня встает в полдевятого утра, то есть не в шесть, то первым делом, конечно же, мы завтракаем. Так как он ложится в 7.30 вечера и вставая в полдевятого, он уже достаточно голодный. И если раньше он вставал... Это он меня зовет. Короче, если раньше он вставал в шесть, то у него еще был точно час, в который он мог гулять, играть, мы купались. В принципе, утром могли заниматься делами перед нашим завтраком. Сейчас это не вариант, потому что ребенок хочет пить. В общем, я подогреваю воду и подогреваю ее в микроволновке. Многие скажут, что это неправильно, небезопасно и так далее, но я знаю свою микроволновку, я это все буду перемешивать, это все еще постоит, и моему ребенку уже будет. Поэтому, в принципе, все нормально. И пользуемся мы кашами вот, нутрилон. Это наша самая частая каша на завтрак гречневая, которую я, как я уже говорила, готовлю на воде. То есть, в этот объем я добавляю приблизительно 3-4 ложки. Я всегда смотрю по консистенции. Конечно, когда я начинала водить кашу, ребенок был еще совсем маленьким, я строго соблюдала все инструкции. Но сейчас я уже приблизительно знаю, что у меня получится, и что эта каша, она еще немного загустеет, там, стоя в 10 минут. Поэтому я уже, в общем, все на глаз. И в нашу кашу я добавляю один банан. Банан никак не готовлю, просто свежий банан. Ну, а гречневая каша, потому что это по всем веществам, полезным витаминам и так далее, это самая полезная каша, самая богатая этими веществами каша. Следовательно, я тут утром особо никогда не экспериментирую. И, кстати, по поводу посуды тоже буду параллельно рассказывать, что мы используем. А для тех, кто бдит за тем, чтобы я не стала корыстной бабой, которая только все рекламирует, сразу могу сказать, сегодня рекламы не будет. Те бренды, о которых буду вам сегодня рассказывать, в том числе и Нутрилон, они не знают про этот выпуск. Поэтому сегодня не реклама, и ради бога угомонитесь, кому этот вопрос прям сильно важен. И также сразу скажу по поводу промкода в АЛАНД, где я в основном выбираю свою посуду. Промкод, который мне дали для вас, 10% РЭМ-10, он действует до конца года, за него я тоже денег не получаю. Вот проценты за продажи я не получаю для тех, кого это сильно интересует. Поэтому сразу можем все успокоиться и радоваться, что у нас есть скидка. Так что, если что-то вам понравится из тех вещей, которые мы пользуем, и вы в любом случае будете их покупать, просто учтите, что у вас от меня есть скидка. Просто приятнее цена, и все. Так, ну что ж, каша наша готова. Трен-трен-трен. Немного еще она жиденькая, но ничего, она постоит буквально минут 5, и будет прям само то. Так, стул я как обычно убираю. Утром рукой, потому что мать не подготовлена. Утром в последнее время я в кашу добавляю только банан. Раньше я там могла ягодки добавить и так далее, но сейчас, когда мы в режиме едим по времени, то все ягодки, остальные вкусняшки, они выпадают на время перекусов. Поэтому утром у нас, как правило, это каша с бананом. И причем я заметила, что у РЭМа сократились порции. Он съедает меньше, чем раньше, и быстрее проявляет признаки того, что он уже поел. Ну, то есть начинает там баловаться с этой едой, начинает ножками отталкиваться от стола. Таким образом показывая мне, что все, мать, я готов. Так. Так, на завтрак я чаще всего пользуюсь вот этой вот мисочкой. Хоть она и, в принципе, не для каш особо-то, из-за вот этих двух отверстий, она предназначена для фруктиков или бульончиков, которые после себя оставляют сок. И малыш может вот так вот поесть и выпить это все дело. Но она мне очень нравится, она мягкая, вместительная и очень удобная, поэтому я даже кашу ему даю в этой миске. Ну, еще у нас для этих целей есть вот такие вот, мальчики, две мисочки. Одна на присоске. Конечно же, когда ребенок учится есть, приоритет я отдаю мискам на присоске, в общем, в целом. Ну, и вторая, она здесь имеет просто силиконовую такую прокладочку, которая не позволяет миске так легко скользить. В общем, сегодня пойдем проверенным путем. Использую свою любимую мисочку. Пока ребенок сильно еще там не орет, я сделаю себе кофе. Да, кстати, выгляжу я, как обычно, прелестно. С самого утра все потому, что у нас сегодня с вами ранний влог. Ну, и в общем, я решила, что уж там. Как есть, так и покажусь. Как есть, так и приду в гости. Нет у меня сил с утра еще собираться. Бабы, извините, ни в коем случае не воспринимайте это как какое-то неуважение к вам, потому что это абсолютно не так. Просто это невозможно с утра собраться. И, в принципе, я сейчас, когда ребенок встает, насколько получается, в полдевятого самое частое, утром, я встаю и не понимаю, как мы просыпались в 6 часов. Вот как я жила, когда мой ребенок вставал в 6 часов утра. Короче, не угодите мне. И сна никогда не бывает много, как оказывается. Поэтому я все время сонну. Все время тяну со своим сном до последнего. Так, напьем куку, кирокофин. И пойдем за маленьким кукуном. Ку-ку! А кто тут кричит? Ты че разорался? Ты че? Давай, иди к маме. Нусь! Ты празднусь? Выспался? И у лебука. У лебучка ты моя. Кива макис. Тейнкью. Да-да, сразу к полкам. Нет, на полке мы с тобой сегодня не пойдем по полкам копаться. Мы с тобой пойдем сразу кушать. Так, вруч. Ставим нашу камеру. Наш верный друг. Выйтик, как ты поспал? Господи, такой тепленький утром. Я прям не могу, это такое вкусное. Это он просит есть. Да, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Давай есть. Так, давай. Сидись. Вручь. Подышь. Ну, класс тебе. Удобненько, давай, сиди. Сейчас, котенок, я сделаю кофе. Я хочу тебя корыть и пить кофе. Ладно? Сейчас будет. Так, все, кофе очень готов. Отлично, котенок. Завтрак у нас из таких приемов пищи, когда мы используем ложки, миски и все остальное в полной программе. Это такой самый. У нас интересный прием пищи, мне кажется, в том смысле, что, во-первых, ребенок голодный и ест с удовольствием. Эть. Во-вторых, я ему не даю ложку миску, поскольку здесь каша. Я знаю, что пока он не умеет держать эту ложку, и если ему это все дело сучить, то он тут разбросает это по всей кухне. Все же самое время, он очень большой непоседа. Есть хочет и есть, ест, как я говорила, с удовольствием, но прям вообще играется. Ему все надо трогать, все надо дать. Да? Тебе не ноль вообще. Ну? Пистолетики. Давай пистолетик. Не надо в миску лезть. Ну и мама, конечно же, кормит ребенка вот так вот. Без этого, хотела сказать, без намордника. Без слюнявчика и вечно у меня все капает. Еще потому, что, наверное, я наваливаю эту ложку с горой. Да? И опять же, снова мне скажете, какие огромные порции. В камере реально выглядит больше, чем в жизни. Я вам гарантирую. Вы видели, сколько я каши приготовила. Я налила 220 миллилитров воды и 4 ложки каши, 1 банан. Вот. Объемчик такой выглядит нормальный. На самом деле не так. Да? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Чего тебе надо? Магнит на магнит. По поводу нашего режима питания. Мы едим 4 раза в день и приблизительно 2 перекуса посередине у нас. Между всем этим делом, конечно же, я ребенка допаиваю водой в течение всего дня. Предлагаю воду ему постоянно. У нас паильники находятся везде, кроме очевидной кухни. Да, потому что они все в комнате или в моей посудомойке. В общем, первым делом, когда он встает, я сразу в кроватку ему даю паильник. Он пьет водичку. Ну и перед завтраком, значит, он может иметь свободный доступ к этой воде, ровно как и перед любым приемом пищи. Паильники я мою каждый день. То есть я их отправляю в посудомойку и каждый день выдаю ребенку чистый паильник. Для того, чтобы там внутри, в системе... Апчи! Ареми апчи! Чтобы в системе клапанов всяких разных там не образовалась лис и плесень. В общем, паильники я мою каждый день. Значит, как мы едим? 4 раза в день. Завтрак у нас приблизительно с полдевятого до девяти, в зависимости от того, как проснется ребенок. И едим мы свою кашу с бананчиком. Следующий прием пищи у нас в 12. Это у нас такой первый обед, либо второй завтрак. Как, когда? Зависит, наверное, от продуктов, которые я даю. Но, в общем, у нас такой полноценный прием пищи в 12. Сегодня, кстати говоря, немного нас нарушится. Мы возьмем все с собой, поскольку мне нужно поехать решить вопросы с моими документами. Поскольку у меня в июне заканчивается моя виза и в связи с коронавирусом. В общем, все эти вопросы нужно решать. Поэтому мы сегодня попытаемся это сделать. Упала? Ну, слушай, а что делать? Упала. И все. Все. Угу. Угу. Ну, все. Угу. Поэтому свой первый обед мы будем с собой брать. Покажу, что ему дам. И расскажу, что обычно мы дома едим. А потом следующий прием пищи у нас в 3 часа. Это у нас такой уже полноценный, полноценный обед. И потом у нас наш ужин. Как правило, он у нас приблизительно за час-полтора до отправления на сон. Мэ-мэ. Мэ-мэ. Что? Мм, мм. Мм. Ммм. И в качестве перекусов я, как правило, ему даю фруктики. Это ягодки. И если это яблоки, например, либо груша, то я их готовлю на пару. Ну, поскольку еще свежее есть для него немного твердо. И, в общем, на этом и все. Печенья мы никакие не даем. Сладости не даем. Сахар не даем. Мм. Соки, кстати говоря, тоже ему не даем. Бет у меня исключительно только воду. Единственное исключение, он может выпить отварчик после приготовления, господи, яблока или груши. Ну вот, теперь и мама в каше. Спасибо. Ну, что ты делаешь? Ммм. Не паси, да? Ммм. 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 Давай. А? Смотри, его пара. А когда он вот так себя ведет, когда он там встает, хочет играться, просит какие-то вещи во время кормления, я на самом деле в последнее время особо, я ему ничего не запрещаю. В принципе, до 4 лет психологи говорят, что не следует ничего ребенку запрещать, поскольку он, когда он, когда что-то просит и требует, он таким образом, во-первых, познает мир, во-вторых, ответ родителя для него, это тоже очень большой показатель, так как он учится понимать принцип того, что нужно попросить и что будет, если он попросит. И когда родитель чаще всего отвечает нет, то в жизни потом человек не будет уметь ничего просить и в принципе у него будет с коммуникацией проблемы. Поэтому сейчас мы стараемся его в таких прям жестких рамках не держать, потому что если ребенок хочет дурачиться, ну, в меру ему это позволяет. Но уже замечают, что он умеет манипулировать. И с удовольствием это делает, когда особенно мама говорит, что не все-таки нет. Щурит глаза, начинает орать и подглядывает, что происходит. Волосюшки у тебя длинные? Вот и дергай за свои волосюшки, мои только оставь в покое. Давай. Че? Че за смена амплуа? Давай. Амплуа? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Окей. Давай. Давай, попробуем. Ааа. Пам. Пам. Ну, перестань. Ну, перестань. Ну, перестань. Че орешь? Че орешь? Че орешь? О, господи. Ты меня так напугал. Я просто не могу. Даже не знаю, что делать сейчас. Куда деваться? Ты меня так напугал. Господи, господи, господи. Пощади. Пощади, мать. О, господи. Пощади. Давай, иди сюда Короче, утром мы еще можем Вот так есть Так Давай, садись Вот так вот Ты моя кутутя Кстати, так он начал делать Где-то, наверное, не знаю Месяца полтора назад Да? Начал вставать Проситься ко мне на коленке И, в общем, в процессе приема пищи Смотрит вокруг, давай ешь Ну, серьезно? Обычно все складывается А сейчас не очень В общем, как вы понимаете После вот такого вот завтрака Мы в каше оба Прям Ну, как есть В общем, сегодня Хочу вам показать в полной мере Как бывает у нас С приемом пищи Поскольку Складывается действительно впечатление После наших сторис И наших выпусков На ютубе Что ребенок мой Исключительно аккуратно ест На самом деле нет Просто так выпадает Что на те моменты Когда мы Снимаем наши выпуски Или сторис Он действительно ест Очень даже аккуратненько А на самом деле Может быть и так Все, поел? Все, короче Ребенок показывает Что он у меня поел Давай Вытираем рот Самое твое нелюбимое Давай Ну ладно Не буду тебя мучить Мы сейчас пойдем в ванну Поэтому Все, проваливай В общем Мы съели вот так вот Я считаю Порцию все осилили И завтрак мы съели Все, теперь я попью кофе И пойду купать ребенка А мы с вами увидимся уже Когда буду забирать В дорожку его Первый обед Да? Буч Буча Пошел Ну иди Я хоть отдохну Ку-ку Так, ну что У меня тут все в спешке Прям какой-то нереальной Значит, что у нас происходит Я, смотрите, какая золотая Красивая, как обычно В общем, у меня очередная масочка Для того, чтобы сегодняшний день Я выглядела плюс-минус нормально Значит, я готовлю нам с Арсен завтрак Одновременно собираю Рэму Его первый обед Значит, в дорогу Поскольку, как я уже говорила Мы поедем решать вопросы с моими документами И следовательно, мне нужно взять ему с собой еду Значит, что у нас тут есть Я ему нарезала обычный сырок Он его будет у нас есть Также я возьму с собой творожочек Это детский творог Обычный Без добавок Вы меня часто также спрашиваете На прямых эфирах Мы это обсуждали Здесь, в этом конкретном Жирность 3,8 Второй творожочек, который мы едим Это агуша Он тоже без добавок У него жирность, по-моему, была побольше До 4,5% Так, творожок Также я возьму с собой на всякий случай Парочку баночек Поскольку, когда мы куда-то отправляемся Я, в принципе, пытаюсь брать с собой На всякий случай еще и баночки Чтобы ребенок мог Если уж сильно захочет Тогда поесть баночку Возьму с собой Вот такие у меня есть сегодня Органик Гербер Здесь у нас кабачок, брокколи и горошек Потом вторая баночка у нас Тыква-яблоко И третья Свекла-яблоко Эти банки он любит Эти, кстати говоря, благодаря тыкве, свекле и яблоку Очень-очень сладенькие и вкусненькие Хотя вот эта с горошком тоже нереально вкусная Поэтому он с удовольствием их также может съесть Так, что еще? Сыр я буду класть вот в такой контейнер Очень удобно Мисочка получается Она такая неглубокая Поэтому будет удобно ее положить в мой рюкзак Но в то же самое время вместительная Для большего удобства здесь есть специальные такие штуки Чтобы рука не скользила И герметичная крышка Сырочек я кладу в эту мисочку Вот так выглядит мой контейнер Я уже показывала Еще раз расскажу быстро Если мы отправляемся прямо на природу Когда с собой я беру вот такие вот гениальные штуки Все, мой манчкин, короче, любименький Вот, смотрите, это диск с крышкой Это дорожная тарелка называется Вот, ты можешь вот так вот сделать И у тебя мисочка появляется Ребенок съел, обратно ее вот так вот сложил Герметично закрыл грязную эту миску И положил в сумку, в любой карман Посмотрите, как круто Вот, но так как сегодня мы все-таки не на природу Поэтому мне удобнее взять вот такую вот мисочку Просто для того, чтобы дать ему сырочек И дам ему ягодки Ягодки у нас вот, голубика Он ест и клубнику, и другие ягоды Но в основном я покупаю голубику И если мы едем с собой, то помещаю вот в такую штуку У меня их две Есть пластиковая А эта из нержавеющей стали Она поможет сохраниться этим ягодам холодным дольше И в чем тут прикол? Смотрите, здесь у нас крышка Открываешь крышку А тут вот такие вот силиконовые лепесточки И благодаря им Ребенок сюда засовывает ручку Достает свою вкусняшку А если переворачивает, то все это дело не сыпется Сейчас покажу Так, вот ягодки внутри Все это дело Закручиваем Да-да-да, конечно Чего ты там орешь, господи? Ой, так целый день Вот И так вот ягодки тут внутри Пока их там много, конечно, вес большой Лепесточки шевелятся Но, как вы видите, они не вываливаются В общем, гениальная штуковина И, к слову говоря, вторая подобная штука Она еще более, мне кажется, гениальная Короче, смотрите, это паильник Мне кажется, для деток постарше Он будет идеальным И вот как он работает Здесь есть, естественно, для воды место И сверху, вот в этой части, смотрите, здесь Контейнер И тут такая же фигня Лепесточки И сюда можно насыпать печеньки Можно насыпать ягодки те же самые И ребенок может одновременно есть свой перекус, например, в машине И попивать водичку Это прям вообще очень круто Блин, обожаю эту штуку Но, опять же, сегодня мы будем брать с собой вот эту Чтобы сохранить холодными наши ягодки По возможности дольше И будет он есть свои ягодки именно из этого контейнера Ссылки все, чтобы вы могли найти Оставлю в описании этого ролика И также оставлю мой промкод РЭМ10 Который можно использовать до конца года И вы получите 10% скидку Если купите эти штуки в Алансе Ну, опять же, манечкин продается везде Где хотите, там покупайте Не реклама Так, с собой, конечно же, берем воду Кстати, по поводу воды Это, мне кажется, одна из тех историй Которая для меня до сих пор является каким-то Таким черным пятном И я не понимаю, как выбирать детскую воду Поскольку в магазинах продаются одни и те же бренды детской воды А если, господи, Росгоспотребнадзор Или как он называется, заходишь То ни одна из этих бутылок, она не соответствует нормам И, в принципе, вода считается для детей небезопасной Поэтому я не знаю, какую воду ему давать Я ему даю, в общем, то, что мы пьем сами И то, что продается в нормальных магазинах Так что, если вы знаете хорошую безопасную воду Которая там по всем нормам также соответствует стандартам Напишите мне внизу в комментариях Все, нам пора собираться Мы поехали по нашим делам Увидимся с вами уже во время нашего обеда Подруги, мы вернулись Наверное, лишним будет говорить, что мы нифига не зарегистрировались Посещение трех инстанций не привело абсолютно ни к чему Поэтому завтра нам придется еще ехать в миграционную службу И заниматься этими вопросами еще раз Ладно, значит, пока малыш спит Я буду готовить ему обед Значит, обед у нас будет из куриных котлеток Здесь у меня куриный фарш, чистый, без каких-либо добавок И сюда я немного-немного посыпала безглютеновой муки Для того, чтобы просто вся эта масса была более вязкой И чтобы мне было легче из нее сделать котлетки И поместить все разом вот в эту чашу блантера пароварки Из заморозки достану вам отдельный вариант показать Вот, заморозки, она выглядит так Мясо я заказывала в эко-маркете Это, кстати говоря, первый раз, когда я попробовала мясо заказать у них Я заказала куриный фарш Потом я заказала лифстроганов Заказала сердечки куриные И скажу сразу, что мясо просто отменного качества То есть я для себя точно знаю, что я нашла место, где я без всякого волнения Впредь буду заказывать ребенку и нам, с Арсеном в том числе, мясо Сразу повторюсь, это не реклама Мне за это никто не платил Я за свои деньги заказала в первый раз в эко-маркете мясо И рекомендую вам Просто потому, что приехал продукт отменного качества Первая это упаковка, абсолютно герметичная Это, в принципе, вакуумные мешки Мясо было не в вакууме, оно просто герметично упаковано И я сразу вот так вот удобным способом отправила в морозилку Причем я заказывала по 2 кг, и все 2 кг расфасованы вот по таким небольшим мешочкам Что очень-очень круто Предполагаю, что здесь 500 г Следовательно, один такой мешочек я разморозила И вот мисочку ребенку отправила готовить Качество крутое Причем фарш, когда я покупала в других местах Фарш использует мясо так себе качество То есть там прожилки, там очень много жира, сала и так далее И, в принципе, самого чистого, хорошего мяса мало в этом случае Блин, тут реально очень хорошего качества чистое мясо Съедим это мясо и закажу фарш еще другого вида Посмотрим, что придет Так вот, значит, я просто обмешиваю куриный фарш Таким вот образом Руки помыты заранее, естественно И сейчас буду делать обычные шарики Которые буду в пароварке готовить 20 минут На моей пароварке этого достаточно Я пробовала уже, очень даже здорово получалось Так, шарики среднего размера То есть это не большие взрослые котлеты, естественно Вот так же меня уже в прошлый раз, когда я готовила И, по-моему, в сторис где-то рассказывала о том, что использую безглютеновую муку Спрашивали, почему безглютеновую Если у малыша непереносимости глютена нет, у него нет Непереносимости есть у меня Поэтому в доме у нас в основном безглютеновая мука И, следовательно, пользуемся безглютеновой Чтобы не перепутать, и чтобы я уж лишний раз не съела глютенчика В принципе, что, опять же, мне очень понравилось Вот, готовя такие вот котлетки С упаковкой того же самого эко-маркета Что мне этой упаковки, во-первых, хватает на одно приготовление То есть там достаточно мяса И этого мяса реально вот столько, чтобы наполнить всю пароварку То есть не остается ничего лишнего И ты просто сделал котлетки Один раз включила пароварку, и все Тебе на дня два-три точно Ну, больше трех, наверное, не следует держать Хватает ребенку еды Если у нас остается, ребенок не съедает Вот, например, с мясом, я знаю, что останется у нас То мы съедаем сами Поскольку я уже рассказывала, что мы аккуратно сейчас очень с мясом Его вводим очень аккуратно Поскольку боролись с запорами малыша Хорошая новость в том, что мы побороли эту проблему Запоров у нас уже нет, и все в порядке Поэтому потихонечку, очень медленно мы обратно вводим мяско Ему даем там раз в два-три дня, чуть-чуть Вот такую одну котлетку я ему дам Все, переворачиваем на себя Два котлетки и трыкс Все, котлетки готовятся Так, значит, расскажу быстро вам про посуду, которую мы пользуемся Поскольку когда Рэм уже проснется и будет есть Мне будет вам сложновато рассказать, показать Поскольку он будет орать, если я буду ему давать 15 ложек И рассказывать, в чем смысл каждой из этих ложек Значит, по поводу тарелок, которыми мы пользуемся чаще всего Чаще всего у нас вот такого плана тарелки с присосками Последние, которые мы вот пробуем и тестируем Новые наши тарелки, это вот такие Они сами по себе в каталоге Манщикин не новинка Они там, по-моему, года два уже вообще существуют Но до них я вот добралась только-только сейчас Ну, такая милота прям И круть у нее заключается в том, что вот эта присоска Она мега огромная, вот просто по размеру Даже если сравнить с мисочками, привычными детскими Смотрите, какая огромная Потом у нас есть вот такая вот тарелочка меньше Она с секциями разных цветов Эти удобные, потому что разные продукты ты можешь поместить в разные секции И также она очень круто присасывается Ну и потом есть разные мисочки и тарелочки Вот такого плана, их я тоже уже показывала Они в наборе Манщикин с 18 месяцев Где из семи предметов состоит набор Там чашечка, мисочка и вот такие тарелочки Еще столовые приборы вот типа таких Когда у тебя там уже вот ручка И вот такая из нержавейки взрослая ложка И ребенок может уже вот прям как взрослый-взрослый Есть своим набором еду Кстати, пока рассказываю про посуду Буду здесь наверху у ролика отмечать Свои обзоры для Аланта, их проекта материнства И в общем, если будет интересно, посмотрите мой обзорчик И узнаете немного больше о конкретной посуде Сейчас я расскажу, чем мы пользуемся ежедневно в большинстве случаев И также наши мисочки Их вы уже видели 100 миллионов раз Сюда я кладу либо десертик, либо опять же там какие-то, не знаю, порезанные овощи и так далее Но это чаще всего для десертов отдельно Дальше, какие у нас ложки? Как я уже сказала, вот эта ложечка, она с 18 месяцев Но Рэму я иногда эту ложку также даю Поскольку она среднего такого размера Отличается прямо от детских Ему интересно этой ложкой тоже пытаться учиться есть Поэтому он, в принципе, свои ручки ее держать может Если Рэма кормлю я, тогда я пользуюсь нашими ложками Twist Shake Их я уже также показывала много-много раз Эта ложка для меня, для моей руки просто незаменима Поскольку эта ложка, она имеет такой изгиб И она больше как черпачок такой И когда я кормлю Рэма, мне намного удобнее, например, из мисочек, из баночек Или даже из вот этих авентовских контейнеров Еду набрать, нежели чем со стандартной ложкой Благодаря тому, что она очень длинная И у нее есть изгиб Конечно, первый раз мне пришлось привыкать Но потом я поняла, что эта ложка просто незаменима Обычной ложкой, да, вот у нас комполовская тоже есть Это очень сложно сделать, поскольку она просто прямая, да И здесь больше шансов, что ты испачкаешься Единственный минус в том, что вот эта силиконовая прорезиненная часть Она стала желтой от еды Ну, в любом случае, функционал ложки это не портит Она очень-очень классная И сама ложечка, она неглубокая В то же самое время достаточно вместительная И ребенку очень удобно ее взять в ротик То есть форма самой ложечки идеальная Мне она очень-очень нравится Так, и что по поводу наших ложек для ручки малыша Вот у нас две Когда я дала Рэму сейчас попробовать взять еду именно с этой ложечкой Что произошло? Он ее взял вот прям вот так вот И я поняла, что этот стоппер на самом деле Он не мешает ему набирать еду Поскольку, например, если у нас есть тарелка И он делает вот так вот То есть он либо долбит по этой тарелке Либо пытается сделать так Этот стоппер не мешает Наоборот, он помогает ребенку стабильно держать эту ложку Так как рука, она у него грязная Там в сметане, в еде, скользкая Взяв эту ложку, она не будет скользить вперед То есть она остановит руку И вот часть ложечки, которую нужно поместить в рот Она свободна И на самом деле ребенку очень здорово этой ложкой есть Так что, мне кажется, стоппер здесь мешать не будет Но с этой ложкой я бы, наверное, подождала До того момента, когда ребенок реально научится есть Чтобы эту ложку ему давать уже так вот Самостоятельно и постоянно Вторая детская ложечка, которая у нас есть Вот такая Она не менее странная, чем, например, вот эта, может быть Или даже твист шейк ложка Которую я использую для себя Что меня в этой ложке смущало изначально И почему я по поводу нее сомневалась Это вот ее форма Я не могла понять, сможет ли ребенок удобно Вот такую широкую ложку поместить в рот Но на самом деле здесь история такая Ребенок в ручку вот так вот берет И, допустим, если здесь рот Он ко рту подносит не так А он ко рту подносит вот так То есть вот эта узкая часть, она попадает ему вот досюда До половинки в рот Поэтому это на самом деле очень даже классная ложка Остается только дождаться, пока ребенок действительно научится ей пользоваться Плюс ко всему ее форма очень классная В том смысле, что я могу набрать еду вот так Я могу набрать еду вот так То есть со всех сторон, как бы я ни набирала Еда набирается очень-очень удобно И, конечно же, кстати, вот этих тарелках, что классно во всех У них есть бортик И бортик также ребенку, да и маме, куда там говорить Помогает еду более удобно набирать Поскольку это еда, ну, скажем так Есть вот такое место, где она еще задерживается И ты можешь так удобнее ее набрать в ложечку По посуде, которой мы сейчас пользуемся Это, наверное, все Когда малыш проснется и в 3 часа мы будем с ним есть В деле посмотрим, как же это действительно все работает Одну из наших тарелок сегодня выберу для нашего обеда Проварка моя вовсю тут бурлит, мясо готовится Все остальное покажу уже, когда малыш проснется Сегодня, в связи с нашими делами, всеми позже приехали домой И получилось на полчаса позже уложить ребенка спать Но, тем не менее, он поспал хорошо Сейчас уже 4, так что мы с нашим обедом сегодня запоздали Обычно мы обедаем в 3 Давай, так, опа, давай вот так вот и вот так вот, давай Прилипла наша тарелочка Вот, видите, о чем я говорю? Рука держит и стоппер не позволяет ручке соскальзнуть вперед Поэтому я думаю, что это даже в помощь малышу Иногда я, кстати, могу использовать еще сметанку Или вместо сметанки детский творожок Если совсем вижу, что ребенок не хочет, например, есть Я пытаюсь там смазать чуть-чуть Чтобы повкуснее было, да? Ну, давай попробуй Ну, вкусненько тебе Вот давай авокадо Кстати, я ему еще так кусочками авокадо не резала Все время в пирожки ему давала Пирожки ему нравятся вот кусочками Посмотрим Авокадо дико странное Здесь я прям не знаю, где их покупать Кстати, в Акомаркете попробую тоже заказать Может быть, у них будут дельные авокадо Они еще не спелые То есть такие твердоватые Но уже с темными прожилками Уже как бы вроде и портятся И непонятно То ли это окей, то ли это не окей Смотри, мама, есть авокадо Вкусно? Мне, кстати, еще девочки писали попробовать дать ему вилку А то как вилки у меня пластиковые еще нет А металлическую я еще побаиваюсь Так как она все-таки Может быть опасна для малыша Который еще не умеет Управлять Своими движениями То, в общем, пока еще не даю Сейчас дам ему вторую ложку Чтобы показать, как она в ручке сидит Вот эту маленькую Которая, как мне кажется, в его возрасте Прям классная Вот так она сидит Вроде хорошо Ну, тут, конечно, нечего тебе ложкой брать сегодня Но в целом Когда пюрешки есть Я могу гречку, например, ему дать И ее тоже сметанкой помешать Или творожком тем же самым И тогда вот я держу его ручку Вот таким образом Я сзади стою Держу его ручку Помогаю ему набирать И подносить кротику Давай Вот так вот Да? Давай вот тут возьмем Так, набираем Ну, давай Ну, туда-то опускай И подноси кротику Оп! Молодец Что ты за рта выпил? Молодец Красивенькая, да, сегодня? За тем, как он пасту ест Я могла бы наблюдать вечно Эти чмоки Ой, а мы, кстати, уже поведали Поэтому я просто пью свой сегодняшний кофеек Я, конечно, против инструкции, как обычно, пошла И вот у мальчика кружку налила кофе И так как кофе я могу пить, в принципе, и холодным То мне не нужно, чтобы кружка держала температуру Вот, я пью Не-не-не, твоя кружка вот Да Держи Ну и, в общем, оба мы на пару пьем Вкуснее? Он, кстати, только сейчас Толком научился пить из этой кружки В том смысле, что Он начинает ее поднимать И я поняла, что нужно время Чтобы ребенок действительно научился пить из этого паильника То есть, саму систему он понял достаточно быстро То есть, быстрее недели, по-моему, нам потребовалось Чтобы понять, что здесь нужно посасывать Для того, чтобы водичка выходила Видите, здесь, если нажимаешь губками То вода начинает выходить Вот Но он брал и кротику подносил Но не понимал, что нужно вот так вот ее наклонить Так что сейчас он уже это понимает И свободно абсолютно может пить Из своего паильника На, вкушает Клап, 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 клап Клап, 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 клап Может, что значит ребенок выспался? Спасибо. Кормит меня человек. Да? Ты любишь делиться? А, где-то ничего нет. Котлетки, кстати, я приготовила. Сначала они в чашке выглядели, как будто там одна такая, знаете, куриная глыба. Как будто совсем не отдельные котлетки. Но потом, когда ты из самой чаши это все дело выковыриваешь в мисочку, то отделить одну котлетку от другой достаточно просто. Они, конечно, не идеальные, прям там кругленькие такие, но отделить можно. И, в общем, вкусненько получается. Они не сухие и так далее. Но в этот раз я готовила два раза. Я посмотрела, что она все-таки не готова. И что-то как-то моя пароварка, она начала воду пропускать. И я не понимаю, это от того, что я слишком много курицы, наверное, положила. И поэтому та жидкость, которая там образовалась, она начала как-то подниматься. Ну, в общем, есть подозрение, что это была моя, она слишком много положила. Что мы еще едим? Мы можем, да, как я уже говорила, гречку есть. А потом мы можем картошечку, киноа. К этой еде я добавляю еще ложечку растительного масла. Пробовали еще помидоры, но помидоры мы усиленно зашли. Опять же, сделала их со сметанкой. И со сметанкой ему понравилось. Давай, хватит долбать. Давай, ешь. Мы любим тыкву, очень любят стручковую фасоль. В ближайшее время хочу дать ему спаржу. Ну, брокколи, это такая капуста, понятное дело. Бататин давно мы не ели, да? Ну, в общем и в целом, я знаю, что многие мамочки говорят и мне тоже пишут в директе о том, что уже непонятно, что выдумать и что детям давать. Я не знаю, я к этому вопросу подхожу просто. Я, главное, смотрю, чтобы его порция и рацион был сбалансирован, чтобы у него были углеводы, белки, жиры. Если это все есть, и ребенок себя чувствует хорошо и довольный, и ест, вот как этот ребенок, тогда все нормально. Мы все-таки же не на конкурсе гурме, где мы должны постоянно человека удивлять какими-то новыми умениями. В принципе, ребенок должен насыщаться, да? Сейчас я покажу аккаунт, который мне очень нравится. WinN15 называется. Это на самом деле чувак, который для своей дочки готовит всякие блюда. И вот у него тут очень много всяких идей, как готовить малышу, рецепты и так далее. И также у него есть книга. Или, может быть, даже несколько книг. Мне вот тоже моя подписчица, одна подруга на Инстаграме, она присылала несколько скриншотов. Очень крутые штуки, всякие рецепты здорового питания для малышей. Так что, если совсем уж теряетесь, посмотрите либо его аккаунт, либо, в принципе, любой другой аккаунт по прикорму малыша или книги поищите. Наверняка литература достаточно. Это было знатно. Окей. Короче, макароны. Полетели. Давай покажем бабам, что ты здесь натворила, значит. Он только что перевернул свою миску. Вот. Которая почему-то у нас отсосалась от нашего столика. И вот она, миска, улетела. Ну, колдышка, что натворил? Давай, иди сюда. Вот, смотри. Давай, подъезжай к столу. Вот, мама тебя положила. Вот, положила ребенку строчковую фасоль. Ешь теперь фасоль с мяском чуть-чуть и макарошки внизу. Это ему нравится. Только, пожалуйста, это мне не надо. Давай попробуем без этого коврика. К стеклу-то всяко лучше присосется. Вот так вот. Так, коврик давай мне. Потому что в коврике мы уже с тобой не нуждаемся особо. Ты уже все тут раз это... Дебош устроила, маме. Ты моя тутутя. Баба спрашивает, как у меня терпения на это хватает. Ну, и так, просто. Воспринимаю это как вот просто дико смешно. И все. И ржу вместе с ребенком. Ему смешно и мне смешно. Да? Ну, в общем, так как он у меня сейчас, во-первых, мы поздно едим. Во-вторых, он съел немного. Абсолютно. То я ему дам еще ягодок. Как раз посмотрите, как он у меня ест из этой штуки. Поймай печеньку. Да, котенок? Давай. Ладно, ты сейчас ешь. Я тебе потом дам. Иначе если я сейчас тебе дам, ты не будешь. Есть свою стручковую фасоль. Давай. Ну. Да. Ой, ты, Бузя. Ты прям какой-то хищник. Все это означает, что ты уже поел? Все. Мне кажется, он просто не хочет. Если он отталкивается ногами и начинает вот это вот все. Вот так вот делать, то все. Можно считать, что ребенок готов. А еще? Да. Короче, понятно. Мысль ясна. Вот у нас второй наш пластиковый контейнер, который я говорил вам, по-моему, о печенку. Так, сейчас чуть-чуть тебе ягодок. Немного. Потому что ты, Ту-Тутик, досиди уже. Нет, сиди давай. Да. Вот так он орет, когда он что-то хочет, ты ему не даешь. Так, давай, подвигайся. Короче, ел-ел свои ягоды. И потребовал опять стручковую фасоль. Как только далеко подношу, начинает все выбрасывать. Так, по одному даю, ест. Все-таки ягоды. Ну, в общем, тут у нас оливьешечка получилась. Ой, ребенок, ребенок. Ну, в общем, по итогу у нас вот так вот чуть-чуть осталось тут совсем. Вернулся к ягодам. Ну, ладно. Как скажешь. Обеды, перекусы закончились. И, конечно же, не забываем про витамин Д. Так, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вы еще, зайчик, погуляйте. Так, держи ложку. Кто спрашивал, у нас витамин Д, вот, до весолы. Я его в Финляндии покупала. На-на-на-на-на. И там по инструкции пять капель. Да? Все. Твоя дневная норма. Так, ну что ж, у нас конец дня. Мне кажется, я еще больше растрепанная, чем была утром. Сегодня у нас такой активный-активный день. Милки тоже сегодня прям весь мега активный. Но у нас время ужина. Значит, на ужин что мы едим? У нас здесь наш кефирчик. Биолакт Тема без сахара. Который я мешаю с пюре из манго. Компании Rainbow. Покупаю эту штуку в призме. Очень-очень вкусный. Состав чистый. И все это смешиваю вот в таком вот нашем паильнике Манчкин. Это, в принципе, тренировочный паильник. Много раз о нем рассказывала. Но его мы для воды не используем. Поскольку в нашем опыте он немного слишком, скажем так, открытый. Вот здесь есть такой у него носик. Очень классный. Особенно для малышей, у которых режутся зубы. То есть мягкий, силиконовый. Очень-очень классный. Здесь есть гармошка для большего удобства малыша. Но в то же самое время вот эти два отверстия здесь. Они слишком большие для воды. У нас вся вода проливалась. Еще что сегодня не рассказала. Мы начали ему буквально пару недель назад давать молочко. Даю ему молоко тоже Тема. Оно обогащенное. Здесь витамины. Всякие разные. В том числе и витамин D. Ужинаш готов. Он съедает таких две. Это его последнее кормление, после которого он отправляется спать. О, чё, смотри, что у нас тут. Твоя вот иначе. Ну, все. Счастье ребенку. Очень он любит свой ужин. Ну, тьмотик. В принципе, ужинаем. Мы каждый вечер так. Либо я, либо Арс держат малыша на ручках. Он пьет свой кефирчик. В какой-то момент он привстает. Я его поддерживаю. Ну, в общем, ужинаем и так. Ну, все, подруги. С нашей стороны на сегодня это все. Надеюсь, был полезен наш выпуск с меню малыша в год и один месяц на день. Пишите в комментариях, как вы кормите ваших малышей. Новые идеи, новых продуктов всегда в этом вопросе полезны. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Увидимся в нашем следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok